Привет! С вами Сергей Гудков, психотерапевт. Сегодня мы поговорим о довольно частой ситуации, по крайней мере, которая встречается у моих клиентов. Люди, у которых было травматичное прошлое, приходят и рассказывают о том, что это травматичное прошлое до сих пор живо. Может быть, нет уже мамы, папы или обоих родителей. Как правило, травматичное прошлое связано с родителями. Но чувства вновь и вновь просыпаются, взрываются, затопляют человека. Знаете, человек живет как на вулкане, там все время что-то бурлит. Как только человек попадает в ситуацию, которая как-то напоминает о тех прошлых событиях, эти чувства вновь и вновь, так, как будто этот опыт продолжается и продолжается. Как обычно говорят в таких случаях, ну ты должен понять, простить, ты уже взрослый или взрослая, посмотри на это со стороны и так далее. Да, советы хорошие, но как конкретно это сделать? Как перевести вот тот прошлый травматичный опыт в категорию опыта? И сделать так, чтобы он ушел из текущих переживаний. Чтобы, по крайней мере, эта эмоциональная интенсивность стала меньше. Вот сейчас мы разберем технологию, как это сделать, как освободиться от травматичных переживаний. Первое. Вы выделяете время, регулярное время, каждый день. Лучше каждый день 10-15-20 минут, но регулярно изо дня в день. Понятно, что иногда будут пропуски, но главное, чтобы это было правило. Чем вы раз в неделю готовитесь, делаете все идеально, по звездам, по фэншую, но редко. То есть здесь важна регулярность. Это раз. Второе. Вы заводите специальную тетрадь, потому что эта работа проводится письменно. И наша задача, одна из задач, вынести переживания изнутри, наружу. Третье. Вы записываете. То есть вы садитесь и записываете то, что было. Но записываете в особом порядке. Вы начинаете с самого ближнего к вам события, в котором просыпались эти чувства. И это было связано с тем человеком, с теми людьми, которые обеспечили вам вот эту травму. Может быть, их уже нет живых или давно нет живых. Но, скажем, в какой-то ситуации вы общались с родственниками и зашел разговор о... И опять все сколыхнулось. Вот значит, эта ситуация имеет значение. Вы ее записываете. Как правильно описывать, чтобы весь этот эмоциональный накал вынести из себя? Вы пишете от первого лица. То есть я. Второе. Вы пишете факты. Факты наблюдения. Чем меньше оценок здесь, тем лучше. То есть кто-то на меня так-то посмотрел и тогда. Фактами являются ваши мысли. Что вы подумали. И ваши переживания. Что вы в это время чувствовали. И вот вы пишете, что, например, когда они попросили, чтобы я достала, потому что мы... И в этот момент я подумала и тут же вспомнила или вспомнил. Вот вы это и описываете. Причем вы начинаете описывать это событие. Желательно с того момента, вот чуть-чуть заранее, до того, как у вас это все сколыхнулось. То есть мы начинаем с ситуации, когда с момента... Вот если мы смотрим на событие, как на какой-то видеоклип. Мы начинаем с того момента, когда еще чувств нет. Потом что-то происходит, вспыхивает чувства. Они какое-то время длятся. Потом они идут на спад. Потом заканчиваются. Хотя бы на какое-то время. И вот вы описываете ситуацию вот так вот в этой последовательности. До тех пор, пока чувства не пойдут на спад. Лучше всего, пока они не закончатся. И вы описываете внешнюю реальность. То, что вы видели, то, что вы слышали, кто там что делал, кто что конкретно говорил. Что вы по этому поводу думали, что для вас это все значило и что вы там переживали. Описываете. Описали ситуацию? Описали. Потом ситуация, которая была раньше. Или, может быть, та, которая всплывет, станет более интенсивной. Чаще всего, когда люди проводят такую работу, возникает спонтанная регрессия. Очень часто люди начинают вспоминать то, что было с ними в раннем детстве. Может быть, еще в младенчестве. И это хорошо. То есть, тем самым вы все это эмоциональное напряжение туда сливаете, сливаете, сливаете на бумагу. Бывает, что вы заполняете несколько тетрадей. Это зависит от длительности, от глубины, от тяжести травмы. Но, тем не менее, в какой-то момент вот эта интенсивность заканчивается. Сами прямо чувствуете, как некоторые мои клиенты говорят. Вы знаете, вот я записывал, записывал, и потом раз, как будто какой-то щелчок внутри. Все. Я это помню, но уже такого переживания нет. Уже слез нет, уже напряжения нет. Даже обиды куда-то делась. Вот это именно тот результат, к которому мы можем прийти при такой целенаправленной работе. И последнее. Что делать? Все вот эти накопленные тетради с обидой, с гневом, с вашей яростью и так далее, и так далее. Лучше всего закопать. То есть вы берете, идете куда-нибудь подальше, выкапываете ямку поглубже. По середину голени, по колено, посередину бедра, по поясу. Вот настолько вас хватает. Так, чтобы вы прочувствовали, чтобы сделали это усилие. Хороните, закапываете и мысленно все там оставляете. Вот. И, конечно же, когда вы ведете вот этот дневник травмы, дневник переживаний, не надо его перечитывать, не надо туда заглядывать и, конечно, не надо туда никого пускать. Это только личное дело. Ну, вот так. Еще раз, очень коротко. Регулярная работа, письменная работа. Мы начинаем от самых ближних к вам событий, переживаний, независимо от того, участвовал в этом человек в реальности или нет, и движемся к самому-самому раннему. И мы записываем то, что происходит вокруг, факты, то, что вы видели, то, что вы слышали, и внутренние факты, то, что вы думали, то, что для вас это значило, и что вы в результате этого чувствовали. И движемся вот туда, в лоб, в прошлое, до тех пор, пока вы не почувствуете, что вот оно закончилось. С вами был Сергей Лутков. До связи.